Несмотря на то, что до этого речь об ошибках мы еще не заводили, вы наверняка с ними встречались. Прежде всего, некоторые из ошибок проскакивают у меня на слайдах, допустим, nameError. NameError — это такая ошибка, которая встречается, когда мы не можем найти имя в пространстве имен. Также я уверен, что вы встречались с ошибками, когда пытались запустить тот или иной код у себя в интерпретаторе. Все ошибки в языке Python делятся на два типа. Первый тип ошибок языка Python — это ошибки синтаксические или так называемые syntaxErrors. Это когда мы даем какую-то конструкцию интерпретатору, а интерпретатор не может ее разобрать, потому что мы допустили в ней синтаксическую ошибку. Раз он не может ее разобрать, он не может ее исполнить. Второй тип ошибок — это те ошибки, которые уже возникают в процессе исполнения самого кода, так называемые исключения. Давайте рассмотрим код из примеров прошлого модуля. Мы запустили PyCharm, у нас создан небольшой проект, в котором пока что находится всего лишь один файл, который называется exceptions.py. Здесь у нас есть класс из примеров прошлого модуля, который дополняет функциональность и проверяет, является ли данная последовательность черной длины. И здесь мы и наследуем класс MyList от листа и от этой примеси. Для того, чтобы запустить в PyCharm текущий открытый скрипт, вы можете использовать комбинацию клавиш Ctrl-Shift-F10. Все, что при этом у нас происходит, PyCharm знает путь до интерпретатора, PyCharm знает путь до текущего открытого файла. И PyCharm запускает исполняемый файл нашего интерпретатора, передав единственный аргумент нашего файла. Таким образом, интерпретатор исполняет наш файл целиком. Мы можем добавить сюда элемент. Снова запустить Ctrl-Shift-F10, убедиться в том, что у нас список изменился. И он действительно сортируется. Давайте теперь попробуем допустить в файле синтаксическую ошибку. Когда мы допустим синтаксическую ошибку в нашем файле, а сделать это можно очень просто, например, забыть двоеточие после имени класса, то мы увидим, что PyCharm умеет распознавать синтаксические ошибки. Когда вот наше вот это место подсвечивается красным, он говорит, что вообще мы ожидали двоеточие, а сам файлик в путях в проекте, он тоже подсветится красным, что как бы намекает нам, что в нем что-то неправильно. Если мы такой код запустим, то мы увидим, что когда интерпретатор пытался исполнить наш файл, в седьмой строке нашего файла exception.spy он нашел синтаксическую ошибку. Чтобы включить подсветку номеров линий, мы можем сделать это здесь, кликнув правой кнопкой мыши. И да, мы увидим, что действительно в седьмой строке нашего файла действительно есть синтаксическая ошибка. Тогда нам не составит труда эту синтаксическую ошибку исправить, мы просто поставим двоеточие в нашем коде, убедимся в том, что наш файлик перестал быть красным, сможем его запустить и убедиться в том, что он снова работает. Однако важно помнить, что когда мы запускаем интерпретатором файл целиком, то файл целиком проверяется на синтаксические ошибки. То есть если в файле есть синтаксическая ошибка, то файл не начнет свое исполнение. А если синтаксической ошибки нет, то тогда он начнет исполнение строка за строкой. Чтобы в этом убедиться, давайте добавим безбидную функцию print и снова совершим синтаксическую ошибку. Давайте в самое начало файла добавим безобидный принт, который говорит нам, что эта строка исполнилась. И давайте снова допустим синтаксическую ошибку в определении моей листа. Мы снова берем двоеточие, таким образом совершим синтаксическую ошибку. Давайте попробуем снова запустить скрипт. Мы убедимся в том, что у нас снова есть синтаксическая ошибка, однако эта строка также не исполнилась. Таким образом, синтаксические ошибки — это единственные ошибки, о которых мы можем узнать до исполнения самого кода. О всех остальных ошибках мы узнаем лишь в процессе исполнения. Давайте попробуем совершить ошибку, которую мы узнаем лишь в процессе исполнения. Для этого давайте сначала исправим нашу синтаксическую ошибку здесь. Хорошо, теперь наш код действительно исполняется. А теперь давайте вместо одного из элементов нашего списка подставим, например, строку. Запустим наш код, и мы получим typeError. Этот typeError говорит нам о том, что мы пытались сравнить типы, которые мы не можем сравнить. Прежде всего, он говорит, что когда мы пытались запустить строку 13, то есть именно в методе сортировки, собственно, вот она здесь, мы получили типовую ошибку. То есть мы пытались сравнить строку и целое число, однако мы это сделать не можем. Также стоит отметить, что наша первая самая строка принта была исполнена, то есть мы целиком исполнили код до этой ошибки, и затем приостановили свое исполнение, когда ошибка у нас появилась. Ошибки встречаются часто, и очень важно их уметь исправлять. Для того, чтобы ошибки хорошо исправлять, необходимо, прежде всего, уметь читать сообщения об ошибках. У любой ошибки в языке Python есть три обязательные вещи. Прежде всего, ошибки также являются объектами, и поэтому у любой ошибки есть тип. Тип ошибки уже о многом нам говорит. Если мы встречаем typeError, то мы, вероятно, передали в какую-нибудь функцию что-нибудь неправильного типа. А если мы встречаем nameError, то мы, вероятно, попытались использовать переменную, которая еще не была определена. Также в любой ошибке в языке Python есть дополнительное сообщение, которое несет дополнительную информацию, и часто может нам помочь понять, что же пошло не так. И третья обязательная вещь, которую хранит в себе ошибка, это состояние стека вызовов на тот момент, когда у нас совершилась ошибка. Давайте научимся читать ошибки и запустим следующий код. Давайте создадим список 1, 2, 3 и попробуем вывести на экран, допустим, четвертый элемент данного списка. Прежде всего, у нас, конечно же, индексация элементов идет с нуля, то есть у нас есть нулевой первый и второй элемент, а четвертого элемента у нас в списке, конечно же, нет. Именно это мы видим в сообщении об ошибке. Он скажет, что у нас есть indexError, то есть мы пытались взять индекс, которого в списке нет. И дополнительным сообщением он нам передает, что индекс элемента в нашем списке is out of range, то есть его там просто нет. Также важно, что мы передаем сообщение о стеке, о состоянии стека. Мы говорим, что в третьей линии нашей главной функции module мы пытаемся вызвать print x от 4, и когда он пытается распознать аргумент, он, собственно, получает индекс Error. Для того, чтобы убедиться в том, что наша ошибка возвращает именно состояние стека, давайте весь наш код обернем в отдельную функцию, и эту функцию запустим. То есть давайте мы объявим функцию f. Телом функция f будет именно наш код, а теперь давайте запустим функцию f. Давайте все это дело вызовем. Мы убедимся в том, что тип ошибки остался тем же, это indexError, и дополнительное сообщение осталось тем же, это listIndexIsOutOfRange. Однако мы видим, что наше сообщение об ошибке удлинилось. Что означает данная запись? Это на самом деле развернутый стек вызовов. Мы говорим, что сначала в шестой линии нашей главной функции module мы вызвали функцию f, и затем внутри функции f в четвертой строке мы вызываем print от четвертого элемента x, и уже здесь происходит indexError. Таким образом, ошибки нужны, чтобы сообщить нам, что в нашем коде произошло что-то такое, из-за чего мы больше не можем продолжить исполнение данного кода. А текущее состояние стеков вызовов, тип ошибки и дополнительное сообщение нужны для того, чтобы сказать, где именно это произошло и что именно у нас произошло.